Заместитель главы Бердянского районного совета Виктор Дудукалов уже в нашем эфире. Виктор, здравствуйте. Радствуйте. Здравствуйте, приветствую. Виктор, итак, в Бердянске оккупанты готовят мужчин для мобилизации. Об этом пишет украинское издание Бердянск-24. Все предприятия получили уже письма о счастье, так называемые, от военкомата. Окупанты выработали различные схемы максимально быстрой отправки мужчин в зону боевых действий. И вот одна из них. На коммунальном предприятии Бердянского района объявили о вакансиях востребованных профессий. Пообещали, что сотрудники будут освобождены от мобилизации, но взяли на воинский учет. Через несколько уже недель провели сокращение штата, раздали повестки, потом военкомат, воинская часть и на фронт. Скажите, что вам известно о масштабах скрытой мобилизации? Возможно, у вас есть информация, какое количество человек хотят собрать оккупанты? И каким методом еще мобилизации прибегают? Ну, собственно, я немножечко позволю про историю этого вопроса. Потому что о мобилизации заговорили буквально последний месяц-два. И сегодняшние новости уже, как говорится, далеко не новости. Это известный процесс. Если в прошлом году оккупанты всеми силами вербовали местных жителей в добровольческие батальоны, это у них абсолютно было безуспешно, абсолютно безуспешно. То есть местные понимали прекрасно, что на войну за оккупантов они идти не хотят, несмотря на свою поддержку или не поддержку оккупантов. Даже те, которые поддерживают оккупантов, особо не рвались никуда. Потом дожидались россияне, чтобы прошли так называемые выборы. Мы хотели пошерсти с местным населением до выборов, чтобы была явка, чтобы была там какая-то поддержка. Ну и как прошли выборы, соответственно, перешли уже к пламу Б. Даже появился военкомат. Хотя до этого оккупанты боялись открывать такое учреждение, как военкомат, понимая, что это для них будет очень опасно держать в открытую военкомат в городе. Сейчас военкомат существует, действительно предприятие, вся бюджетная коммунальная сфера, которая под тотальным контролем оккупационных властей находится, вся оказалась под угрозой, ну я имею ввиду сотрудников этой сферы, оказались под угрозой или под ударом и оказались первыми, кто подлежит, ну давайте так, обязательному как минимум, обязательно явке в военкомат, обязательному прохождению медицинской комиссии и обновлению учетных данных. То есть мы говорим про мобилизационную подготовку, очень активную. Сейчас это переходит в фазу того процесса, который можно называть скрытой мобилизацией, потому что оккупанты, судя по всему, не справляются своей живой силой. С одной стороны, с другой стороны, они хотят, наверное, местное население брать в соучастники своих преступлений, дабы потом говорить, что, мол, это не только Россия тут воюет и проводит свою никому не нужную так называемую операцию. И они хотят, чтобы местное население было причастно и было соучастником их преступлений, террористических актов. Про количество на сегодняшний день информации нет абсолютно никакой. Я понимаю лишь одно, что оккупанты не будут ограничиваться ни в чем. И то количество, которое им удастся мобилизовать с оккупированной территории. Ну, про активную фазу можно говорить лишь в контексте того, что это будет происходить, например, на территории России. Остальное на территории России мобилизация. И она зацепит и оккупированную территорию сегодня. Но мы понимаем, что сейчас этот процесс абсолютно необратимый. И рано или поздно действительно эта мобилизация коснется всех. И 100% они будут грести все подряд население, которое способно, которое соответствует их требованиям. И которое в том числе может быть местами и хотело бы поддержать Россию, но однозначно не воевать. Но они ни у кого не спрашивают, это принудиловка, это обязаловка, иначе тюрьма. Да, Виктор, вот хотел как раз уточнить, какие есть варианты отхода и отступления от этой мобилизации. Что может грозить смельчаку, который откажется воевать на стороне войск России? На самом деле, на территории, на которой не действуют никакие законы, это такая лотерея, что может быть все, что угодно, начиная от административной ответственности в виде штрафа, заканчивая уголовной ответственностью в виде лишения свободы на серьезные сроки. Есть еще такие формы ответственности, как просто посадить на подвал, так называемый подвал, в тюрьму, в незаконный плен, в незаконное задержание. Либо же отправить рыть окопы, если кто-то не может по религиозным соображениям, или кто-то не может по физическим каким-то особенностям. Отправляют рыть окопы, и вперед тот же самый риск, абсолютно та же самая участь может ожидать этого человека. То есть их не интересуют никакие права, их не интересует никакая законность, их интересует лишь война. Поэтому единственный стопроцентный вариант, это просто покидать оккупированную территорию, уезжать оттуда на подконтрольную, уезжать за границу, уезжать куда угодно, но не находиться там, потому что рано или поздно, повторю еще раз, это может коснуться всех. Скажите, а возможно вам звонят на горячую линию и какую-то пытаются узнать еще, как правильно сдаться в плен? Может быть кто-то уточняет детали о том, как все-таки воспользоваться правительственным проектом «Хочу жить»? Это проект, который помогает тем, кто не хочет воевать за идеи Кремля, сдаться в плен в украинский, согласно всем Женевским конвенциям. Это, вернее, тема сейчас востребована среди жителей оккупированной территории. То есть, да, действительно есть вопрос по поводу того, как это работает, куда обращаться, где есть там чат-бот, какие телефоны, куда действительно, ну как это вообще функционирует в государстве. То есть, все, скажем так, имеют в виду, что такой проект существует. И все понимают, что может быть рано или поздно придется им воспользоваться. И я в том числе и призываю тех, кто находится на оккупированной территории, что надо знать, заблаговременно надо знать и понимать, что делать, если вас незаконно мобилизовали, вас незаконно отправили воевать против своего же народа. Соответственно, ну я так понимаю, что это касается и оккупантов, и самих россиян, которые рано или поздно соображают, что нечего делать на украинской земле, и что впереди ждет только смерть. Вот сейчас мы показываем как раз телефоны горячих линий и QR-код, который можно отсканировать и найти все пути. Это актуально для жителей оккупированной территории, действительно. На сегодняшний день надо знать, и вот это все дело, всю эту информацию надо сохранять и держать при себе. Так, записывайте номера телефонов, сканируйте QR-код, который вы видите на экране. Это прямая отсылка на телеграм-бот проекта «Хочу жить», благодаря которому и российские оккупанты, и люди, завербованные или попавшие принудительно в российскую армию, могут спасти себе жизнь. По номерам этих телефонов вы получите четкие инструкции того, как сдаться в украинский плен и сохранить свою жизнь. Итак, Виктор, давайте еще другие темы обсудим. Российские террористы формируют сейчас этнические еще криминогенные группировки для усиления контроля за оккупированными территориями. Для этого они завозят мигрантов, уголовников. Как сообщают в Центре национального сопротивления, такие лица традиционно сейчас находятся под влиянием ФСБ, обычно использующего уголовные слои общества для распространения своего контроля. И в частности, на юге Донецкой области созданные уже криминальные группы контролируют оборот оружия, лома, наркотиков и занимаются крышеванием пассажирских перевозок, отмечают ЦНС Украины. Скажите, добрался ли этот контингент уже и до Запорожской области, до Бердянска в том числе? У нас, скажем, контроль ФСБ повсюду. Действительно, все, что происходит, и у них очень развит институт, так сказать, смотрящих или ответственных за какие-то направления. Ну, возьмем, например, там заправки, топливную сферу, да. Есть официальные какие-то лица, которые за это все отвечают. Есть еще неофициальные лица под эгидой и под кураторством ФСБ, которые, скажем так, являются прослойкой между деньгами, между официозом и непосредственно ФСБшниками, которые это контролируют. Не могу сказать, что конкретные этнические группы сейчас появились, но уже довольно продолжительное время вот эти вот переходящие вымпелы в виде какого-то бизнеса, какой-то недвижимости переходят из одних рук в другие руки. Ну, было дело в свое время, например, на один бизнес, на складские территории, на складскую зону, так сказать, заезжали непонятно какие-то вот армяне под контролем ФСБ, конкретно вот им поручили, им, вернее, отдали. Они приехали с территории России, и они были, вот так сказать, смотрящими за этим всем, собирали там дань, собирали какую-то плату с арендаторов, и они контролировали это все неофициально. То есть история абсолютно не новая в контексте, как в Донецкой области. У нас я лично не встречал таких случаев, но в целом она повторяется один в один. Просто да, действительно, контроль ФСБ и неофициальные лица, которые отвечают за это все, это было практически с первых месяцев оккупации, и сейчас это все только развивается и развивается, потому что у них есть последний шанс заработать на этом всем деньги. И мы понимаем, что это один из их способов заработка на войне, физический отжим территории, физический отжим имущества, недвижимости и контроль вот этого всего черного рынка. Мы даже с вами не можем себе представить, какой сейчас там оборот, даже по обычным человеческим городским чатам каждый день появляются объявления по продаже оружия, переходите на канал, я когда-то перешел и понимаю, что продается оружие, это просто, ну, я не знаю, как в каком-то Сомали, или где-то там в какой-то территории, где нет вообще никакой власти. То есть можно купить что угодно, чуть ли не БТР, частные руки, неофициально, нелегально и никаких проблем. Ну, дури у них, конечно, много и оружие, вот, поэтому так и происходит. Виктор, ну, я помню, еще мы неоднократно обсуждали с советником мэра Мариуполя Петром Андрющенко, то, как оккупанты используют сейчас порт Мариуполя в своих целях для заработка денег. Бердянский порт сейчас, что для оккупантов, для них этот порт? Для них это логистика, которая позволяет привести оружие в боекомплект, технику иногда, и которая позволяет в том числе и зарабатывать, вывозя промышленных объемах или промышленных масштабах, вывозя сырье, вывозя товары, оборудование, которое либо добывается, либо отжимается на нашей территории. У нас в Запорожской области есть гранитные карьеры, у нас есть, добывается руда, город Депрорудное Васильевского района, и, соответственно, у нас огромное количество сельхозпродукции производится и производилось, и производится на территории, ну, средней полосы юга Запорожской области. То есть это все вывозится через порт, опять же, нелегально, опять же, никаких документов, никаких налогов с этого не происходит, опять же, под контролем вот этих вот смотрящих группировок, и у них вот это вот делится постоянно, кто на зерне, кто на металлоломе, кто на, там, допустим, щебне, кто имеет право ездить, к примеру, в Крым за товаром народного потребления, привозить, продавать цивильным, это все очень ограничено, это все очень контролируемо. То есть незаконно, и я не знаю, есть ли такое в России, но на оккупированной территории, действительно, вот такое просто какие-то средние века, и по-другому не скажешь. Ну, беспредел на беспределе. Да, еще о средних веках. На времена оккупированных территорий Запорожской области захватчики продолжают сейчас создавать еще ячейки так называемого народного ополчения. Дошла очередь до Энергодара. Есть сообщение, что эти ячейки якобы должны содействовать органам оккупационной полиции и военной комендатуры проводить фильтрационные мероприятия и оказывать давление на местное население. И кроме Энергодара захватчики создали подразделение так называемого этого народного ополчения уже в пяти городах. Это Каменка-Днепровская, Мелитополь, Акимовка и Каменка, и Бердянск. Что известно об этом формировании, о численности персонажей, которые входят в это народное ополчение и дает ли это им какую-то броню от мобилизации? Ну, особенно броню от мобилизации. Броню от мобилизации лицо мужского пола не имеет никакое вообще на той территории. И прав никаких не имеет, и гарантий не имеет. Конечно, они заманивают тем, что вот давайте к нам в ополчение. Ну, они уже пытаются хоть под таким соусом собрать желающих, которые поддерживают их. Потом это будет следующая вербовка, однозначно. Потом это будет уже не вербовка, а принудиловка. И будьте добры, фронт двигается, понятно в какую сторону, он двигается в сторону моря. И когда он, чем ближе он подходит, тем больше и больше оккупантов будет вот этих вот способов завлечь или уже заставить это местное население воевать на их стороне. Что касается непосредственно участников или желающих, ну, по моим оценкам, мягко говоря, очередь не стоит. Не так давно появилась информация про местного жителя, который вот такой вот сознательный пошел и вперед и так далее. Ну, извините, на территории, на которой живут десятки тысяч человек, ну, если там, сейчас мы не знаем сколько, ну, скажем так, десятки тысяч человек, хвастаться каким-то одним местным жителем, который вот пошел. Частные случаи, очень частные, да, локальные? Да, очень, очень, очень. Не то, что там 10 человек нас с микрорайона пошли вперед и так далее. Нет, такого нет. То есть, так, для картинки и для какого-то завлечения не больше. Это прекрасный показатель поддержки оккупационной власти на времена первых территорий. Однозначно. Когда дошло дело, что надо воевать и умирать за Россию, то такие поддерживающие Россию уже так оказалось, что они сильно из-за них топят, как говорится. Так, села вокруг Бердянска заполонили российские военные. Тоже есть такие сообщения. Терроризируют местных. Об этом сообщает Бердянская партизанская армия. В Новопетровку Бердянского района заехала 76-я бригада. Люди настолько запуганы, что боятся выходить из домов. Кроме мародерства и запугивания, россияне еще совершают настоящие преступления. Военные недавно изнасиловали 15-летнюю девушку, убили парня. Такие сообщения есть сейчас от местных жителей. Далее цитата из чатов. Они заселяются, сбивая замки и выбивая двери. Если большой дом, то селятся вместе с владельцами, потому что, по их мнению, те занимают очень большую площадь. Или вообще выселяют. Напоминают 1917 год. Жители боятся выходить на работу, потому что могут оставить без жилья. Также местные говорят, что то же самое происходит и в селе Осипенко. Говорится в сообщении партизан. То же самое происходит практически в каждом селе Бердянского района. И это уже добавлю, это уже энная их ротация, когда они заезжают и уже и не пустое жилье отжимают в том числе. Наличие владельцев, подтверждаю четко, наличие владельцев ни на что не влияет. В лучшем случае владельца оставят там жить. Ну, происходит так порой, и довольно часто происходит так, что владельцев просто среди бела дня выставляют за забор и говорят, идите, занимайтесь своими делами. Где хотите, живите, чем хотите, как хотите, выживайте. Все. Здесь будем жить теперь мы. Как правило, это, ну, очень часто это зэки, это маргиналы, которые пошли за каким-то там длинным рублем или имели возможность освободиться из мест лишения свободы или какие-то меньшинства, которые, в принципе, не считаются по признаку религиозному. Очень часто говорят, что вы тут все неверные, а мы вот от Аллаха здесь находимся, и мы тут будем устанавливать свои порядки и свои законы. То есть местное население, ну, на него абсолютно никто не обращает внимания, не обращал, и в селах, вот это все эти ужасные истории продолжаются уже минимум год. То есть села в процентном соотношении по жилью и по пострадавшему населению, наверное, страдают больше, чем города в разы. Потому что в селах, уже проще сказать, где остались местные, нетронутые, и которые остаются там, ну, скажем так, как-то более-менее жить. И это учитывая тот факт, что село Новопетровка, например, это было селом, из которого повыходил ряд гаулятеров, которые сейчас рассказывают на псевдодолжностях оккупационной власти, рассказывают, как там классно, как будем дальше жить, чуть ли не Советский Союз восстанавливать. Вот, это жители села Новопетровка, в частности, гаулятер Сауленко Бердянский, он оттуда. И мне очень интересно, как вот его соседи сейчас к этому всему относятся, даже те, которые его поддерживали или были с ним. Если там, такой происходит беспредел. Виктор, ну вот есть еще информация о том, как сейчас происходит, грубо говоря, отжим жилья. Сайт Локатор Медиа пишет о схеме поиска пустых квартир через коммунальное предприятие, Бердянское предприятие тепловых сетей. От его имени рассылаются сейчас сообщения с требованиями предоставить в абонентскую службу копии паспорта из НИЛС владельца и нанимателя квартиры, технического паспорта и документа, подтверждающего право собственности на жилье. Крайний срок уже 30 ноября, то есть еще две недели. А потом оккупационная администрация угрожает национализации. Таким образом выявляют пустующие квартиры, чтобы заселить, по сути, вот этих новоприбывших на эти территории. В том числе такое же происходит и на территориях Донецкой, и Луганской областей. Какие еще схемы используются? И можно ли оценить сейчас масштаб, как много сейчас гражданских оккупантов приехало в тот же Бердянск? Потому что в Мариуполе счет идет уже на десятки тысяч. Не на десятки тысяч, но тысячи точно. На нашей территории очень много. И это, опять же, продолжительный период. И сейчас, если мы говорим про теплосеть, добавлю еще, что к этому причастны некоторые ОСМД, которые также предупреждают, уведомляют жителей о том, что надо появиться с документами туда-то, туда-то и предоставить их, дабы за собой зарегистрировать это жилье. То есть сейчас это пошло на практически каждом уровне органа власти или коммунального предприятия в уже практически официальной риторике, которая полностью, скажем, документирует эти преступления. И масштабы на сейчас уже тотальные. То есть практически весь город пытаются закрыть тем моментом, что инвентаризуют пустое жилье. Когда еще анонсировался оккупантами топительный сезон в начале октября, начался он в середине октября, они сразу говорили, что теплосеть будет ожидать какие-то паспорта на жилье, на дома, на жилые дома, чтобы можно было, мол, подавать отопление. И в некоторые дома не подавали отопление, под этим соусом, конечно, инвентаризовали квартиры. И сейчас имеем такую ситуацию, что человек, который не получил паспорт, проживает, ну, российский паспорт, естественно, проживает в своей квартире, которая принадлежит ему на праве собственности. Он собственник 100% этой квартиры. Он там прописан, зарегистрирован. И он сейчас, сегодня и до 30 ноября, не может никак зарегистрировать за собой жилье. И он будет подлежать, возможно, подлежать выселению, а квартира, так сказать, национализации. Ну, о каких можно еще дальше говорить в масштабах, если так сейчас происходит? А для того, чтобы получить паспорт, человеку надо пройти 7 кругов ада, потому что на 6 утра очередь 150 человек под паспортным столом, в 8 утра открывается дверь, выходит девочка и говорит, мы сегодня принимаем только 50. Завтра они принимают уже 40 человек, а очередь уже 200 и так далее. То есть паспорт получить нереально, оккупанты сами создали для этого условия, держа электронную очередь, которая до февраля была заполнена, а сейчас электронную очередь вообще всю заминусовали, ее нет, только живая. И живая очередь превратилась в такой сущий ад. То есть получается, что человеку вообще никакого нет выбора и никакой нет возможности регистрировать за собой жилье. Поэтому да, проблема, и она, к сожалению, имеет крайне плохие перспективы. Но стоит еще, наверное, правильно ответить, что людям, которые идут сейчас за этими паспортами, они вынуждены идти, потому что без этой бумажки сейчас вообще невозможно существование на временно оккупированной территории. Тебя не обслужат ни в больнице, ни в какой другой, ни в другом учреждении, которое есть на этих территориях. Причем с 1 января оккупанты уже говорят, что действительно, с 1 января прямо официально это требование паспорта гражданина РФ для получения медицинских услуг. Хотя фактически уже месяцами они не обслуживают без паспортов людей. Просто сейчас они уже в этом признались. И еще о безвыходном положении людей, которые остаются на временно оккупированных территориях, в частности в Бердянске, российские оккупанты заставляют местных жителей писать сейчас объяснительную перед выдачей гуманитарной помощи. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Людям сейчас нужно писать заявление, аргументировать, почему им нужна эта помощь. По словам Федорова, продуктовые наборы из самых дешевых продуктов людям получить почти невозможно. Далее цитата. «Сначала гуманитарку выдавали всем желающим, после только отдельным категориям льготников. С недавних пор гумпайок стали выдавать как поощрение накануне фейковых выборов», писал Федоров в своем телеграмме. Скажите, какая сегодня обстановка в Бердянске действительно, если даже за подачки нужно писать некие заявления и бумаги? Я думаю, вот это все очень сопряжено с количеством, вернее, с уровнем воровства оккупантов, потому что когда начиналась оккупация, когда я еще находился на оккупированной территории, они просто пригоняли грузовик с вооруженными своими солдатами и выдавали просто живую очередь и вообще без каких-то документов. Потом пошла тема «давайте паспорта», чтобы с паспортами люди получали гуманитарку, заманивали. Когда никто не хотел получать паспорта, заманивали получать паспорта. Сейчас просто уже ничего нет, по сути. На эти оккупированные территории особо никто не обращает внимания, на, скажем так, социальную составляющую. И Россию оно перестало интересовать. То есть сейчас они уже просто имеют очень ограниченное количество, плюс доворовывают то, что едет к ним по пути. И вывод мой какой. Цивильное население абсолютно не находится в приоритете. Оно не находится в каких-то интересах. Оно не находится в каком-то, знаете, внимании оккупационных властей или Кремля. Им по барабану. На этом можно ставить точку. Вот поэтому появляются все эти заявления. Пожалуйста, объясните. А пожалуйста, то-то-то. Потому что гуманитарной помощи просто по сути нет. И никакие конвенции на оккупированной территории не работают. Если человек не может госпитализоваться ургентно, не имея паспорт, то про гуманитарную помощь, уж извините, речи даже может и не идти, потому что просто им не надо это цивильное население. Виктор, спасибо вам большое за эту информацию, за этот разговор. Напомню нашим зрителям. Виктор Дудукалов, заместитель главы Бердянского районного совета, был с нами только что в эфире Фридема. До новых встреч. Всегда вам рады. Оперативные новости. Эксклюзивное видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Фридем, чтобы не пропускать главного.